Первая и единственная, ни до нее, ни после, в Великобритании не было леди-премьер-министра. Консервативная Маргарет Тэтчер совершила революцию в традиционном мужском клубе высшего эшелона Соединенного Королевства. Но это не единственный парадокс, связанный с ее многолетней политической карьерой. О ее наследии в Великобритании до сих пор спорят, а ее несгибаемая железная убежденность в своей проводе и еще сейчас вызывает раздражение оппонентов. Бесспорная ее неординарность. Место в истории, занятое Маргарет Тэтчер, в специальном репортаже из Лондона. Евгения Ксензенко. Гран-Тули, 92 года. Из Оксфорда в родной город Маргарет Тэтчер он приехал, опираясь на трости. Приехал ради нескольких строчек в книге соболезнований. Железная леди – героиня его времени. Когда она пришла к власти, страна была неуправляемой. Профсоюзы и все остальные тянули одеяло на себя. Это правда. Даже мертвецов не хоронили. На улицах лежали мешки мусора. И это постоянная забастовка. Все из-за либористов. Книгу соболезнований открыли в местном музее, где от Тэтчера осталось костюм с брошью, туфли до кружки. Правда, с ее смертью Гартнем стал немного богаче. Теперь сувениры продаются лучше. Например, копия дома, где родилась Мэгги Робертс. На первом этаже была бокалейная лавка ее отца. Здание практически не изменилось, но семейным бизнес так и не стал. Маргарет пошла по другому пути. Получив диплом химика, леди решила проводить опыты в политике. В бывшем доме Маргарет Тэтчер теперь открыт массажный салон. Здесь лечат в том числе и искривление позвоночника. Сама железная леди занималась обратным. Ломала хребты как профсоюзам, так и британской экономике. В ближайшие годы вряд ли здесь появится музей баронессы. Слишком чувствительными оказались ее реформы. Взять хотя бы пробу пера в 70-х. Будучи еще министром образования, Тэтчер отменила бесплатное молоко в школах ради экономии бюджетных денег. За это британцы ее прозвали Тэтчер-снетчер, то есть похитительница. И даже спустя десятки лет не просили реформы. Возможно, полпинты молока на пороге ее дома в Лондоне все же не прощание и прощение, а напоминание. Ничто не забыто. Тем более, что принцип о мертвых хорошо или ничего точно не о Маргарет Тэтчер. В день смерти Железной Леди начались так называемые вечеринки в честь ухода из жизни баронессы. В Лондоне Глаз, Голицы люди танцевали и пели, скандируя «Ведьма умерла». Это слова песни из детского фильма «Волшебник страны Оз». В интернете подобных роликов из серии «Танцы на могиле» десятки. В королевстве даже не пытались надеть маску политкорректности. Удивительно, но ликовали студенты, которые родились уже после ухода Железной Леди из большой политики. Впрочем, даже депутаты парламента не стеснялись в выражениях. Например, Джордж Гауэй в Твиттере процитировал слова из песни ирландского музыканта Элвиса Костелло. В самом деликатном переводе они звучат так «Утрамбуйте могилу». Он надеялся, что наступит этот день ее смерти. Он назвал песню «Затопчем отбросы». Другими словами, как только мы узнаем, что она умерла, сразу нужно идти на ее могилу и прыгать на ней, чтобы быть уверенным, что она не восстанет, как Дракула. Полиция, опасаясь вандализма, взяла под контроль дом бывшего премьер-министра. Так Тэтчер не охраняли даже при жизни. Два полицейских дежурят у двери. Больше десяти патрулируют близлежащие улицы. Сама баронесса умерла в тишине и спокойствии в гостинице «Рис», читая книгу. Ей предложили переехать в отель, потому что ее георгианский дом был плохо приспособлен для ухода. Однако даже не отсутствие лифта, а одиночество доставляло больше неудобств Тэтчер. Дети так и не простили матери ее постоянное отсутствие в их жизни. Даже в последнем фильме о «Железной леди», который консерваторы просили выпустить после смерти баронессы, Тэтчер разговаривает с единственным другом – призраком мужа. «Молоко стало дороже. 49 пенсов за пинту». «Господь всемогущий, надо затянуть пояса. Можем машину продать. Или пустить квартирантов». С другой стороны, внешне Тэтчер оставалась все та же до последнего дня. Настоящая леди. Прическа, сумочка, брошь. Как писали в прессе, этому железу ржавчина не страшна. А уж тем более сквотеры, которые захватили один из подъездов престижного дома в районе Белгравия. Знакомство с соседями прошло спокойно. «Она сказала, не волнуйся. Она все прекрасно понимала. Затем сказала, пусть лучше рядом со мной живут сквотеры, чем Питер Мэндельсон». Питер Мэндельсон – серый кардинал правительства либористов. Тэтчер следила за большой политикой с самого детства и уходить на пенсию не собиралась. Ее переезд на Даунинг-стрит-10 начался с безобидного призыва. «Там, где есть разногласия, мы принесем гармонию. Там, где есть сейчас сомнения, пусть воцарится вера. А вместо отчаяния появится надежда». Однако вскоре королевство почувствовало железную хватку. Ни одна сила не смогла ей противостоять. Ни многомесячные забастовки профсоюзов или шахтеров, ни ирландские террористы – она пережила покушение в Брайтоне, а затем позволила протестующим умереть в тюрьме от голодовки – ни собственные сторонники по партии. Была только одна линия – линия Тэтчер. «Леди не поворачивается». Тэтчер не повернула в сторону и от Фалклендских островов, в то время еще никому не нужных. Запасы нефти поблизости еще не были открыты. Сам конфликт называли «спором лысых» из-за расчески. Однако Тэтчер удалось крепко причесать Аргентину, несмотря на недовольство Америки, ближайшего союзника, за что ее теперь уважают и даже сами американцы. Тимоти, например, даже приехал проститься с ней к ее дому. «Она не раз доказывала, что ее планы могут расходиться с американскими, если это касается интересов нации. В этом смысле она была настоящим лидером. Конечно, она была нашим союзником и другом, но британцы все же были для нее всегда на первом месте». Самым Грентами так и не решились установить памятник Маргарет Тэтчер. Местные жители опасаются вандалов. Другое дело – скульптура Исаака Ньютона, гордость города. Хотя гений лишь учился здесь, а не родился как баронесса. Впрочем, все же для прижизненной скульптуры Тэтчер нашли безопасное место – в парламенте. Здесь ее никто не обидит. Отсюда же баронесса отправится в последний путь – от Весминстерского дворца до собора Святого Павла. Похоронят Маргарет Тэтчер на кладбище Королевской больницы Челси рядом с мужем Деннисом. Она сама продумала план прощания. И даже в ее пожелании отразилась политика тэтчеризма – не выкидывать деньги на ветер, например, на пролет самолетов в день похорон. Маргарет Тэтчер говорила не всегда коротко, но всегда ясно. Немногие политики оставляют в наследие целое собрание афоризмов и крылатых выражений. Цитата недели от баронессы Тэтчер. «Нужно хорошо изучить своего врага, тогда однажды можно превратить его в друга». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова